Всем привет! Рад приветствовать вас на канале Миниатюра и Диорама и сегодня мы с вами поговорим об основании. На данном основании мы с вами рассмотрим в принципе банальные вещи, которые уже не раз мы делали с вами. Это изготовление воды, здесь будет небольшой ручей, растительности. Фигура с велосипедом у меня сейчас в работе. Мы просто рассмотрим, что использование эмали от Travel в виде грунта, то есть зачастую фигуры и техника у нас идет под грунт, то есть без грунта не красится и прочее. И с грунтом очень часто возникают проблемы, так как многие используют акриловые грунты. Но я уже давно использую для грунта обычную эмаль, наношу я с помощью аэрографа и она изумительно ложится. Сейчас мы с вами рассмотрим как черной матовой эмалью мы загрунтуем данное основание. Основание данное выполнено из дерева было мной. И что использовал здесь? Здесь для увеличения высоты я взял двухмиллиметровый пластик, сделал его в два слоя, немного поднял. Присыпка от фирмы Моррисон. Это мелкие камни. Это камни для кошачьего туалета. И сверху просто немного присыпал песком для сглаживания рельефа. В принципе, больше здесь вообще ничего нет. Для разбавления я использую не родной Тиннер, как все рекомендуют, а обычную лако-бензине 1050 от Тикурила. Отлично справляется со своей задачей. Я подготовил нашу эмаль. Я даже не знаю, в какой пропорции это все разводится. Я никогда за ними не гнался, но получается консистенция молока. Ну, скорее всего, три части разбавителя к двум частям краски. После того, как наш грунт высох, мы берем серые землистые тона. Также будем использовать, скорее всего, смывку данную. И для добавления мха на камни будем эффект от них использовать. Темная грязь, темные слизь. Я им делал мох на деревянном доме. Возможно, впоследствии будем использовать еще пигмент российская земля. И для коричневого мха, скорее всего, вот этот вот стрекинг. Посмотрим. Но пока у нас основная задача выкрасить все в нужные оттенки. Начнем с темного. 42-й от Travel опять же эмаль. Кстати, номер 42 от Travel дает отличный именно землистый цвет. Далее. 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 Далее добавим немного светлых пятен, насветлив этот оттенок. Продолжение следует... После того, как мы сделали наши светлые пятна, то есть немного отчертили, что это камень, мы перейдем на томию, думаю, 23-ю или 25-ю, для более четкого уже точечного выделения. Берем томию и продолжаем наше высветление. Продолжение следует... После того, как мы задали основные тона, мы уже начинаем работать точечно, где-то маслом, где-то эффектами. Для начала, я думаю, имеет смысл ту часть, которая будет под водой, пройти, сделать мох с помощью эффекта от МИХ, темная грязь или мох, слизь, я не знаю, как она точно называется. И коричневый мох с помощью такого эффекта стрекинга для зимней техники немецкой. После этого мы, возможно, поработаем где-то пигментами, где-то акриловыми карандашами и обязательно поработаем ойл-брашерами. Но здесь мне будет интересен, наверное, белый для выделения отдельных камней. Использовать я буду кисти от Рублев, потому что они очень хорошо себя зарекомендовали. Давно я им пользуюсь уже. И начнем, наверное, с коричневого цвета. После нанесения мы это все размоем текурилой. Теперь возьмем наш зеленый оттенок. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Немного пройдем все это смывкой АТК-Интерактив для дерева. Подправим немного ойл-брашером 3519. Но это не совсем белый, он больше бежевый, наверное, с розоватым оттенком. Ждем высыхания, а потом продолжим, когда все у нас отматируется, высохнет. Посмотрим, где можно еще что будет подправить. Когда все у нас высохло, то, что мы красили с вами с помощью масла, добавляли эффект, я приклеил велосипед на место, добавил куст от Морриса, палку, которая должна была быть когда-то деревом. Немного сантехнического льна. Немного присыпал сухой листвой. И, в принципе, больше ничего не делал. Единственное, еще сделал опалубку. Не знаю, насколько она здесь будет нужна, так как воды у нас будет здесь немного. И мы начинаем замешивать нашу смолу. Использовать буду, как и в прошлый раз, со славянской ладьей. Можете посмотреть, кто не видел ролик, я его добавлю в подсказки. Использовать будем ArtEco от фирмы Equana. Рассчитывать будем опять все по калькулятору, который предлагает производитель. Берем наши с вами электронные весы, пластиковый стаканчик. Наливаем смолу. 45 грамм. Вбиваем в калькуляторе компонента 45 грамм. Рассчитать. Итого отвердителя нам нужно добавить 26,7 грамма. И общий вес у нас должен будет составить 71 грамм. Краситель, я думаю, я добавлять не буду. Буду заливать без него, так как здесь объем не совсем большой. Это очень много лишней смолы я подготовил. И перемешиваем. Готовый раствор живет у нас в течение минут 20. Потом начинает нагреваться. И где-то в течение 10 минут затвердевает. Но это в толще. Если брать толщину до 7 миллиметров, то прекрасно себя чувствует. После того, как мы все хорошо перемешали, мы начинаем потихонечку наносить смолу. Я еще немного выжду. Сейчас минут 10, чтобы она стала гуще. Поверхностное натяжение очень большое, смолы. Поэтому нам нужно ее распределять, чтобы она равномерно растекалась по основанию. Так как здесь площадь небольшая, точнее глубина небольшая, то здесь нужно это все контролировать. Желательно даже наносить именно точечными каплями. В итоге, после заливки смолы и выполнения всех мелких работ по изготовлению брызг, мы получаем данную работу. Как делаются эти брызги, вы можете найти видео по славянской ладье. По изготовлению травы также есть ролики. Я прикреплю их всех в подсказках. Смотрите и делайте вместе со мной. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии.